Ну что, в саду быть, как говорится. Вчера закупили хвойники и посадили вдоль бассейна, потому что те растения, которые здесь росли, они очень мусорили, поэтому отсыпали землей плодородной, посадили хвойники. Когда они поднимутся, они полностью закроют, и будет чисто и красиво всегда. Поэтому хвойники это наше все, конечно. Мягкая хвоя, не колючая, красиво. Ну, лимон вы уже, наверное, видели. Здесь мандарин, здесь апельсин и персик. А это все нужно будет вывести. Но я хотела еще на дрова попилить вот это, то, что потолще. Потому что ночью, ой, зимой камин нужно будет топить. Да и, в принципе, для мангала тоже хорошо. Так что хвойники посажены. 10 хвойников. Я бы еще вот сюда одну посадила. Вот здесь вот я уже начала убирать. Здесь вот хвойник хорошо встанет, еще такой же. Так что, как вам? Нравится? А это вот машину земли. Купили. Получилась она. Стоит 125 евро. Да, 125 евро. Но запах, конечно, у нее она сразу с навозом. В общем, это плодородная земля на Кипре. Вот посадили вот такой отличную, красивую. Не знаю, что это. Кипарис? Наверное, это кипарис. Но он очень красивый будет. Большое дерево очень дорого стоит. Поэтому мы купили маленькое. Вырастет. Будет здесь очень красиво. А здесь то, что мы хотели давно. Это бугенвилия. Посмотрите, какие цвета мы подобрали. Белый. Как этот цвет называется? Цикламеновый? Еще белый. Вот здесь вот такой интересный цвет тоже. Он вроде как и розовый, и чуть-чуть оранжевым отдаёт. Вот этот вот красивый нежно-сиреневый цвет. И белый. Вот так. Они очень быстро растут. Я поставила вот такие опоры для них специально. И предположительно уже к моему приезду второму осенью здесь будет высота примерно вот такая. Это точно. Сейчас пока я их поливаю утро-вечер. А здесь тоже будет посадка. Как только ребята соберутся еще раз садовые, надеюсь, что я их уговорю побыстрее поехать. Здесь будет шаровидная туя. Здесь шаровидная туя. Здесь две шаровидных туи. На заднем дворе посадили инжир. И здесь мы тоже будем сажать красивые цветущие растения между сосенками. Для того, чтобы, во-первых, было красиво. Во-вторых, закрыть вид от соседей. Ну, то есть сделать такую живую изгородь из цветов. Примерно 10-15 штук нам потребуется для того, чтобы здесь живую красивую изгородь сделать. Здесь я тоже уже начала прибираться. Ну, в общем, работа идет. Я думаю, что к концу своего пребывания здесь, здесь уже будет красиво. Девочки-красавицы, посмотрите на меня. Ну, красотки, а? Прям. Такая у нас красота скоро будет. Вот это красиво. Да, все растет и будет супер. Живая изгородь. А здесь мы сажаем персики, апельсин, мандарин и лимончик уже посажен. Так что вокруг бассейна у нас будет красота. Вот что у нас творится перед домом. Ну, сейчас мы с помощью этой земли посадим в Букинвилле и вот наш инжирчик будет за домом расти. Мальчики с утра развлекаются. 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 Мальчики с утра развлекаются.